Парменид, значит, сегодня я постараюсь, Саша, специально рада тебя, собрать то, что я предлагаю в осмотрении десократиков. То есть это некая концепция, которая принципиально отличается от той, которую, например, Олег Михайлович Наговиц развивает 12 лекций десократиков, и той, которой он, по сути, посвятил собственную жизнь. Я предлагаю совсем другую интерпретацию этих авторов, основываясь, в первую очередь, на твоем любимом Аристотеле. Вот. О чем пойдет речь? Значит, известная фраза Парменида «бытие есть, а небытие вовсе нет». Правильнее ее переводить, что «сущее есть, а несущего вовсе нет». Да? Это разные смыслы. По той простой причине, что в термин «бытие» часто вкладывают несколько смыслов. Ну, первое, один. Бытие в смысле «сущее», все «сущее», то есть то, что существует. Второе. Бытие – это существование чего-либо еще, например, предмета, камеры, микрофона, или что там было. И «бытие» – это когда мы говорим о моем собственном бытии, то есть о моем собственном существовании. Вот это различие трех смыслов бытия нам сегодня будет потребоваться. Вот. Вот так. В связи с этим мы смотрим и узнаем с интересом, что такое «несущее» с точки зрения Аристотеля, применимо тем философам, которые Олег Михайлович практически не рассматривал никогда. А именно Левкип и Демокрит. Мы помним, что Левкип и Демокрит говорили об атомах. И эти атомы, они как бы находились в пустоте. Так вот эта самая пустота по Аристотелю и есть то самое «несущее». Таким образом, если мы экстраполируем точку зрения Аристотеля на Левкип и Демокрита на известное высказывание Парменида, то у нас окажется, что «сущее» есть, а «несущее» в смысле пустоты нет. То есть вот той самой-самой пустоты ее как бы нет получается. Это как бы совсем принципиально иная точка зрения, чем которую использует в интерпретации Парменида Олег Михайлович Наговицын. Давайте посмотрим на вот эту самую пустоту, посмотрим на те, какие практические применения для нас она имеет и какие следствия отсюда возникают. Ну, первое, самое важное ее особенность состоит, что эта пустота, так называемая, вот это самое пустое, вот это самое несущее, оно оказывается, что существует в пространстве и во времени. То есть нет, сущее, оно лежит не за пространством, оно лежит не за временем, оно существует в пространстве и времени. Второй момент практически. Мы все испорчены на сегодняшний день нашей привычной физической теорией. А физическая теория состоит в том, что мы все как бы стихийные атомисты. Я, к сожалению, когда смотрю на волну, она для меня по-настоящему не сплошная среда некоторая. Она для меня набор атомов, просто они очень маленькие, они все образуют волну. Ну, совершенно недавно, то есть еще в XIX веке, не эта точка зрения была массовая. То есть говорили, что мир заполнен некой сплошной средой, так называемым эфиром. Вот этим самым эфиром. Для нас сейчас атом первичнее, чем любая среда. Вот, например, Ландау Улившица, у них есть такая замечательная книжка, менее известная, чем первые четыре тома, называется «Электродинамика сплошных сред». Так вот, на самом деле, это теория эфира. Все, что из нее нужно и взято, оно сделано. Но там молчливо предполагается, что вот эта самая сплошная среда, она состоит из атомов, да. Вот предполагается. На самом деле эфирщики думали, что первично как раз состоит вот эта некая сплошная среда. Эта сплошная среда, которые какие-то ее движения и колебания, они представляют из себя атомы или частицы. То есть мы видим, что в известном смысле сегодняшние физики вернулись к этому построению. То есть они говорят о вакууме. То есть неком вакууме, в котором находятся вот эти кусочки сущего, то есть атомы. Ну, потом они от него отошли, выяснилось, что на сегодняшний день вакуум – это не пустота, а некий кипящий бульон из виртуальных частиц, частиц античастиц, рождающихся и умирающих. Вот. Вот это наша прикладная ситуация. И в этом интерпретации все досократики являются тем, кем мы обычно их и называем – натурофилософы. Посмотрим, поудастся ли нам получить, исходя из этого тезиса, хоть какие-то фундаментальные результаты. Ну, например, один фундаментальный результат, связанный с парменидом. Парменид говорит, что бытие – шар. Почему бытие – шар? Как такое может быть? Что такое бытие – шар? Или он говорит, что любая точка этого шара является одновременно центром. Почему? Ведь мы же знаем, что у шара есть только одна точка, какая-то где-то. Или он говорит, что он как бы и бесконечность, и замкнутый, говорит Парменид. Как такое может быть? Почему? Как? Может быть, вот в миру же он же не замкнутый, идем до бесконечности, сколько угодно. Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию, как ее можно понять всерьез. Парменид. Представим себе математический язык, языком вложенных многообразий. Ну, простейшее вложенное многообразие – это наше трехмерное пространство, и в него вложена двухмерная сфера. Да, представляешь? Эта двухмерная сфера, оказывается, если мы живем на поверхности двухмерной сферы, если мы такие двухмерные существа, обладает всеми свойствами сущего шарообразного бытия Парменида. Действительно, каждая точка ее является центром. Она является шаром, она является замкнутым. И она является, является как бы конечной. То есть, с одной стороны, она и бесконечна, а с другой стороны, она является конечной, потому что ты можешь путешествовать, придумать такое движение, где ты, двигаясь, двигаясь, придешь в ту же самую точку. Для чего это возникло? А для того, чтобы оправдать возможность вот этой странной концепции, когда Парменид говорит, что есть только сущие, а несущие, то есть пустоты нет. Ведь что предполагает разговор о таком существовании несущего? Он предполагает некий набор бытия, то есть сущего, который лежит, висит посередине бесконечного пространства, то есть бесконечного несущего. Вот концепция Левкипа и Демокрита, по сути. Непонятно, театры им продвигаются здесь, или они вот как остров. Они в одном месте есть, а в другом месте их нет. Но Парменид пытался построить таким образом у нас некоторую фундаментальную картинку, связанную с тем, что есть только сущие. Сущие есть, а несущего нет. То есть ему надо было показать, что несущего нет. Вот его любовник, по одним данным, друг и ученик Зенот сформулировал целый ряд замечательного рода парадоксов. Давайте на них посмотрим. Некоторые из них кажутся странными. Но если мы воспользуемся моим развлечением, а несущим, как о некой такой пустоте фундаментальной, то мы начнем их лучше немножко понимать. Он не любит, когда его тискают. Вот, значит так. Он любит, когда его гладят, но не любит, когда его тискают. Значит, вот давайте посмотрим на известное наблюдение Зенона о том, что движения нет. Вот он берет стрелу и говорит, что в каждый момент времени она покоится. Поэтому как бы движение, он говорит, невозможно. Но что это такое? Мы же говорим, мы же знаем, что есть понятие мгновенной скорости, что она куда-то движется. Но у этого же на самом деле, что за странную вещь, которую говорит нам Зенон вслед за парменидом. Но давайте посмотрим на концепцию парменида. Тогда у него получается, что мы знаем, что прошедшего нет, и завтрашнего тоже не будет. Существует только одно настоящее. И в это, значит, в это самое настоящее нет перехода от одного, от бытия к небытию. Всегда есть некое настоящее. И это означает, что стрела не движется. Ее нет. То есть она все время неподвижна. Вот нам подобного рода вещь позволяет понять Зенона. Вот такой подход на рассмотрение парменида. Замечу с точки зрения физики, что никто, по большому счету, заключением считанных физиков, всерьез к этому парадоксу не относится. Почему? Ну потому что вот они придумали этот анализ бесконечно малых. Ведь анализ бесконечно малых предполагает, что у тебя есть текущий момент времени. И есть, я повторяю, есть некий момент времени, отличающийся от текущего времени на бесконечно малую величину. А это как бы странно. И это как бы невозможно получается. А кто придумывал эту интересную вещь, как момент времени, что он отличается от нуля, от от точки зрения бесконечно малую величину? То есть это есть именно... Это придумали впервые Лейбниц с Ньютоном. То есть это все производно... Да, но они, это поразительно, сейчас все это люди не понимают. Вот есть технические вузы, да, типа Лейбниц, которые преподают анализ бесконечно малых. Но Лейбниц придумал нечто иное. Он полагал, что каждая точка в пространстве дана в окружении неких бесконечно малых величин, монад. Вот в чем дело. Поэтому оказывалось, что не только точка существует, но и ее окружение существует. В этом смысле оказывалось, что время как таковое, оно дано не в качестве одного момента, в котором мы проживаем, а прошлого и дальшего нет. А оно вот в такой бесконечно... Перед нами дано, как некие бесконечно маленькие отрезы. Вот такой бесконечно малый. И это позволяет ему ввести понятие скорости и позволяет ввести понятие производства. Но мы, опять я возвращаюсь к Пармениду, если мы действительно понимаем, что сущие есть и несущего нет, тогда для нас этот самый тезис оживает новыми невиданными красками. Мы наконец начинаем понимать Зенона, что он хотел этим делом сказать. Вот так. Теперь, значит, дальше поехали. Посмотрим на другую группу опори Зенона, связанных, скажем, с Ахиллесом и Черепахой. Помним, что Ахиллес никогда не загонит Черепаху. Но опять, что за чушь? Мы-то, вооруженные математикой и физикой в рамках курса ЛТИ, вроде бы должны понимать, что древние греки, они такие древние, они такие глупые. Но вот на самом деле они, может быть, и древние, но совершенно не глупые. В чем здесь состоит дело? Каким образом я пытался этот тезис атаковать? Атаковал я его через аксиому выбора. Вот у нас есть аксиоматика, действующая аксиоматика, так называемая, Сермела Френкеля, она состоит, и в ней есть одна из важных аксиом, аксиом выбора. Аксиом выбора состоит, что у тебя есть какой-то набор множеств, этих множеств может быть бесконечное количество. Потому что даже континуум этих множеств может быть. Но я могу из каждого этого множества взять по одному элементу и образовать новое множество. Это называется аксиома выбора, я могу выбирать. Она проблематична. Совершенно непонятно, когда у тебя есть рядом множество из пяти элементов и четырех элементов, и ты из каждого взял из них выбор. Вот когда у тебя ботинки, ты можешь сказать, что из каждого набора пар ботинок я из каждого могу выбрать право. Но это некое правило, которое тоже не очевидно. По некоторому правилу ты можешь выбирать. А когда ты работаешь с парадоксом Зенона, с Ахиллесом и Черепахой, у тебя восходит молчаливое предположение по поводу того, что ты можешь выбрать, пройти некое бесконечное количество событий и выбрать там такой маленький кусочек бесконечно маленького размера. Либо бесконечно большого, бесконечно маленького какого-то. Но на самом деле у тебя в аксиоматике аксиомы выбора нет. Подобного рода упражнение оказывается невозможным. И таким образом, в аксиоматике, в которой отсутствует счетная, счетная, да, я повторяю, аксиома выбора, то оказывается невозможное понятие производной как таковой. И в ней Ахиллес никогда не догонит Черепаху. Мы видим таким образом, что мы получаем для этих двух групп, исходя из нашей гипотезы по поводу как пармида надо понимать, что он является несущим, то есть несущая некая такая пустота, мысли, мы его правильно понимаем, то оказывается, что нам удается принять такой нормальный, человеческий и очень даже нетривиальный вид его ряду тезисов. Теперь становится вопрос, что тогда сущее? Ведь главный вопрос, которого другой променит, литературный персонаж Платона, начинает свой диалог. Он начинает свой диалог с того простого вопроса, с парадокса, почему сущее многообразно. Вот они говорят в следующем, что у тебя есть некоторый мир, он весь един с одной стороны, как сущее, а с другой стороны он многообразен, как набор вещей, допустим. Вещь отличается друг от друга. Я отличаюсь от дивана, что проблематично. Я не могу отличаться от дивана, потому что сущее одно. Вот этот самый вопрос. Как с этим вопросом надо работать? С ним работают с тем способом обычно, что опять конституируют понятие несущего. Понятие несущего. Тем не менее, для параменида этот вопрос очень важен. Если у нас понятия несущего или пустоты, разделяющие атомы, отсутствуют, то у него надо понять, откуда сплошность приводит к многообразию сущего. То есть, сплошность, да? Ну, та же самая, как физики говорят, все сделано у тебя из эфира, а весь мир многообразен. Или, как говорит Фалес, все сделано у меня из воды, ну, значит, оказывается, что мир, тем не менее, бесконечно разнообразен. И вот здесь я эти цитаты, надо было бы сейчас подобрать, я их не подобрал, из фрагментов Досократиков, когда он говорит, что, например, холодное и теплое одно. И это правда, холодное и теплое одно. Мы действительно, если введем некое представление, скажем, на нашем современном языке, как понятие агрегатных состояний вещества, то мы поймем, как сущие может быть многообразным, исходя из некой физической картины. Ведь в самом деле есть пар, ну, типа воздух, да? Есть вода, типа жидкости, есть вода, как твердое тело. И их смешение, это не смешение, а гомеомерия. Сущие остается у нас сплошным. Сущие остается у нас, как у Фалеса, единообразным. Но, тем не менее, он дает многообразие наличных предметов. Вот таков у нас расклад, да? Замечательный. Замечательный возникает. Теперь посмотрим еще на другие тезисы, на которые стоит обратить внимание. Ну, вот один из них. Это тезис Парменида о том, что всякое знание и знание чего-то. Всякое знание и знание чего-то. Это означает, по очень простой причине, что он хочет сказать, что знать можно только некое сущие. Вот некий предмет. Вот это самое несущее. Или ничто. Знать нельзя. Вот господин с ником Корбит давно интересовался, что-то у нас все... Темы стали прикладные. Где теория, где ничто. Вот, пожалуйста, ничто. Это очень интересный вопрос. То, что Парменида указывает, несмотря на то, что вот эта несущая, то есть вот эта самая пустота Левкипа и Демокрита как-то определяется, и о нем можно вести разговор. Но ее она вообще нет. Его вообще нет на самом деле. По той простой причине, что определить мы ее не можем. Вот нет его. Всякое знание и знание о сущем. То есть здесь нету любимого тезиса Олега Михайловича Наговицына о непосредственности знания, то есть о захваченности его предмета. Он говорит совершенно Парменид, совершенно другую вещь. Он высказывает определенную жесткую натурофилософскую вещь. Вот был бы рядом с ним Таричелли, он сказал, что природа не терпит пустоты. Вот это и говорит Парменид, по сути. Привода не терпит пустоты. Вот. Поэтому всякое знание и знание сущего, с одной стороны, оно не может быть знанием вот этого самого ничто. Поэтому ничто как такового нет, говорит нам Парменид. Но, с другой стороны, это знание не обязательно является правильным знанием. Да? То есть у тебя, ты можешь, ты, когда ты выражаешь себе химеру, всегда это твое знание, знание некоторого сущего, но, с другой стороны, это твое знание этого сущего может быть ложным. Поэтому притворечия здесь как такового нет. вот, таким образом, дочитав где-то фрагменты до сократиков до четвертой части, могу сказать, что все, что там появляется, заключением одного тезиса, который я перейду чуть позже, оно приводит к тому, что, исходя вот из моего, как бы, понимания Парменида, такого натура философского, можно всему дать достаточно простое, часто нетривиальное объяснение. Ну, часто нетривиальное. Согласитесь, что парадокс Зенома со всем и выдором это нетривиально. Это вложенное многообразие, чтобы понять, сущая как ша, тоже оказывается нетривиальным. Вот такие вот дела, вот такие вот дела. Такие вот дела. Есть, и вот, наконец, напоследок тезис, о котором хочется говорить, и который к этой концепции антура философской имеет лишь опосредственное отношение. А именно речь идет о том, что бытие – тождественная мысль. Мысль – тождественная бытию, и бытие – тождественная мысль. Вот здесь, на мой взгляд, речь идет как раз о третьем смысле бытия. Не том смысле, что бытие – как существование вещи, не том смысле, что бытие – это бытие, как и сущее, а бытие – это как мое бытие. И тоже мы можем обратить на некую нетривиальность этого факта. С одной стороны, он самый очевидный. Понятно, что любое наше бытие – и есть наше мышление. Стоит нам прекратить мыслить, нас как бы не существует. Я многократно в своей жизни пережимал наркоз. Включили свет, выключили свет. Посередине ничего нет. Перед ним три часа тяжелой операции, допустим. Ну включили, не выключили. То есть у меня нет, моего бытия тоже нет. Поэтому бытие – это ждественная мысль. Насколько я думаю, насколько я мыслю, настолько я и оказываюсь существующим. Насколько я существую, настолько я и мыслю. И это очень интересный тезис, потому что мы же многократно разбирали всех этих наших любимых философов подозрения, то есть Ницше, Макса и Фрейда. Это люди, которые говорили, что есть некоторая сущность человеческая, которая определяет нас полностью и которая находится за нами, у нас за спиной. Мы ее не видим и не осознаем. Ну как бессознательная Фрейда. Или как экономические отношения, которые полностью продляют бытие у Макса. Или как воля власти Ницше. Тем не менее, может быть, она у нас за спиной находится в качестве нашего скрытого и неосознанного мотива. Но с другой стороны, некая наличность нам позволяет говорить о том, что сознание, а именно наше бытие – это ждественное, полностью мышление. Это, с одной стороны, тривиальный результат, потому что кто с этим поспорит? Но с другой – это то, на чем следует указать. Быть может, вот Анатолий, твоя любимая тема, культура состоит в том, чтобы избежать признания вот этого тезиса. То есть человеческая культура, вот есть некоторый фундаментальный тезис, она состоит для того, чтобы избежать акцентирования на этом тезисе, его спрятаться от него. Ну, вот такие у меня замечания. Вопрос такой. А вот, допустим, есть же состояние типа какой-то там глубокой медитации, где вроде мыслей нету, а тем не менее человек как бы не отключается полностью, что-то как бы чувствует? Ну, вот непонятно. Я этот вопрос знаю. Да, люди же говорят, что настоящий йог может остановить поток мыслей на одну десятую шкалы секунды. Ну, такой продвинутый йог. Ну, есть такие, наверное, какие-то опыты. Нет, но тут такая ситуация, что получается, что если мы у всех выключим сознание… Да. То не будет мира? Мир перестанет быть или нет? Я-то полагаю, что мир останется как раз, различая вот эти смыслы. А где? Забы где? Мое. Это вот часто действительно понимают так, как ты вот сейчас предлагаешь. Понимают, что бытие тождественной мысли в смысле того, что бытие всего мира – тождественной мысли. Ну, вот не так вот я предлагаю. Вот эта странность с вопросом всего бытия и бытия конкретного человека. Человека, да. Я говорю только о третьем смысле бытия. То есть совершенно субъективно? Да, да. Их три как бы я настаиваю. Существование предмета, бытие как сущее, как все сущее, и бытие как мое бытие. Если действительно по поводу того, что бытие тождественной мысли у Парменида сломано много копий за сколько там тысячелетий. Вот я предлагаю вот такой как бы и тривиальный, а другой нетривиальный. Субъективное представление, да, третий вариант. Он же о чем, эта фраза ни о чем не говорит, что если я теряю сознание, значит… То есть сама фраза, смысл этой фразы, что мысль тождественна о бытие, она теряется, потому что мысль и есть от этого бытия. Да. Она не тождественна, она не отличима от бытия, от индивидуального. Но тем не менее, смотри, тем не менее, здесь надо пытаться развивать Парменида дальше. Может быть у него это есть, я просто не нашел. Вот, например, Хайдеггер, он нам говорит о дезайне, такое сущее, существовании которого речь идет о существовании самого сущего, о дезайне он говорит. В общем, и он там вводит два тезиса о подлинном бытии, о подлинности дезайна, о подлинном существовании и неподлинном. Вот в самом деле можно ли Парменида развивать в этом направлении? Ведь оказывается, что я когда мыслю утюг, я существую. Когда мыслю гладильную доску, я тоже существую. Все это мыслю, одинаково как бы. Но насколько вот это мое бытие, когда я мыслю утюг, является подлинным? Вот мое собственно. Есть ли такая вот иерархическая структура определенная? И тем не менее, я подлин, тогда я понимаю, схватываю какие-то другие состояния. Какие-то, например, занимаюсь философией. Потому что если Парменида не юрисовать в этом направлении, заниматься философией, то есть заниматься рефлексией, и заниматься непрерывным мышлением утюга одно и то же. Ну тут опять у вас путаница между мышлением и сознанием. Когда под наркозом выключается не мышление, а выключается сознание. А мышление не выключается? Ну как бы оно выключается как бы. Необходимость. Мое выключается. Выключается вообще все, по сути дела. А состояние идиотии, когда нет никакой мысли, просто, так сказать, человека как общий, это совершенно другое. И говорить о том, что там нет бытия, это как бы слишком сильное утверждение. Ну бытие вообще есть, да. Но такие бытие, и утюг, как включенный структуру сущего, тоже у него есть собственное бытие. И второй момент, второй момент, это то, что как бы свое бытие мы всегда удостоверяем посредством памяти. То есть именно посредством воспоминания о мысли, которая была до этого, я утверждаюсь и убеждаюсь в том, что я есть. И тот факт, что когда я просыпаюсь от наркоза, я не могу вспомнить эти три часа, говорит только о том, что я их не могу вспомнить. Но не говорит о том, что в течение этих трех часов я ничего из себя не представляю. Я просто об этом не помню. Представлял, представлял. Моя вот эта субъективность как таковая, она субъективностью, то есть есть чистое мышление. У нас же бывают ложные воспоминания. Я бы даже сказал, что все воспоминания ложные. У нас нет настоящих воспоминаний. Ну, в каком-то смысле, да. А раз так, тогда и мысль ложна. Мысль дождественного бытия? То есть она даже неотличима? Ну, да. Всякая мысль должна быть уже, поскольку и пока она в бытие, она должна быть представителем ложного бытия. Так, так сказать, следует идее дозайну. Неподлинного. Ну, дозайн там же тропить. Неподлинного. Да, неподлинного. Да, именно. Что всякая мысль – это примеры неподлинного бытия. Наверное. Надо думать. Надо смотреть. Может быть, да. Мне эта тезис близок на самом деле. Да? Мне уже всегда хотелось… Ну, а математически… Хотелось доказать, что философ хуже утюга. Просто… Философ хуже утюга. Задержание мышления, получается, имеет какие-то… Имеет значение. Но в форме неподлинного бытия. Да. 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 Вот это как бы интересно. Потому что ухватить вот эту ситуацию подлинности и неподлинности, и выхватить ее проблематично. Надо посмотреть, что Пармини там… На этом где-нибудь наверняка обмолвился. Там в десятом, в одиннадцатом источнике. Надо след за Хайдеггером, я вот уже третий день себя ощущаю, взять моду, как Хайдеггер каждый набрал, и каждое утро час читал досократиков. Вот надо брать фрагмент досократиков, и час каждое утро читать их. Вот полностью. Чтобы понимать его лучше, быть может. Ну вот… Хорошо бы еще поговорить о пользе вообще исследования досократиков, как к античной философии отдельно. Но польза у нас здесь есть. Вот как раз в нашем построении польза есть. Потому что мы таким образом пытаемся разобрать важную физическую абстракцию. Да. Физическая абстракция глазами античного грека, который об этой физике ничего не подозревал, и пользовался интуицией мышления. То есть как бы здесь важно получается, когда мы изучаем досократиков, мы изучаем первичные интуиции мышления, которые включаются. А они-то не есть сама эта природа, сама эта физика. Ну мы физика… Вот это мы на грани торжества мышления и физики, да? Да. Но проблема заслуга досократиков состоит в том, что они были больше физики, чем современные физики. Но они об этом не знали. Да. Они об этом не знали, но они были больше. Потому что, ну что современный физик? У них есть какой-то набор дом и большое количество математически сложных деревьев. Он за этими математическими деревьями, за деревьями не видит всего леса. И даже считает, что заниматься этим западно или зашквадно. Нет, ну здесь же тоже может быть такая ситуация видимость, когда они совершенно по собственным мотивам получали свои построения досократики, а мы потом уже сходство находим, которое самим построением как бы не предполагалось, собственно говоря, не с позиции физики, не с позиции досократика. То есть мы в ситуации переметов подаем. Человека полетела на низкую землю. Да. Там господин и пишет, что русская классическая философия состоит из трех фигур. Игоря Данилова, Александра Дугина и Эммануила Канта. Ну да, действительно так. Правда. Ну что, все? И что, какой-то выбор будет? Нет, все. Я просто пытался бегло пробежать родную для Саши тему. На части. А? На части. Ну да. Хорошо. Все, да?